Законопроект о совершенствовании палиативной помощи принят во втором чтении. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения России. Депутаты Госдумы 19 февраля единогласно проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта о совершенствовании палиативной помощи в России. В пленарном заседании Нижней Палаты парламента приняло участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова. С учетом доработок ко второму чтению документ закрепляет право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием или медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Согласно закону, оказание палиативной помощи будет возможно в амбулаторных условиях, в том числе на дому и в условиях дневного стационара медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. При этом клиники, оказывающие палиативную помощь, будут взаимодействовать с родственниками и иными членами семьи пациента или его законным представителем, волонтерами, а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, общественными объединениями, иными НКО, в том числе в целях предоставления больному социальных услуг, мер психологической поддержки и духовной помощи. Закон позволяет при оказании палиативной помощи пациенту предоставлять для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень таких изделий будет утверждаться соответствующими нормативными документами Минздрава России.